ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРО ЛЕНЬ, ПЕЛЬМЕНЬ И БЕГЕМОТА Кар, сегодня я, дети, в самолёте летела, и не в первый раз, не по билету, конечно. Что вы думаете, о багажном отсеке? Там такое раздолье среди сумок, чемодан, флети не хочу. Надоело мне в столицах ваших всяких. Вот я и рванул туда, где поспокойнее, да потеплее, в город Ростов-на-Дону, прямо на юг России. А как приземлилась, сразу полетела в городской парк имени Горького, развеется. Гуляй не хочу. Ох, а это кто ж такая, а? Слыхал, слыхала, местная достопримечательность сидит прямо у входа в парк. В народе, знаете, как её зовут? Девушка с мороженым. Потому что она кулёк мелкий, на манер рожка в руке держит, сразу не разберёшь, что там в рожке-то. А девушка, между прочим, цветами торгует и правильно делает. И место выбрало подходящее. Идёт, например, кавалер с барышней в пар гулять. А вот купи-ка девушке своей букетик для настроения. Да вижу я, что цветы бронзовые. Да и девушка тоже. Вы думаете, я слепая? С культурой не различу прям. Я вам рассказываю, как правильно поступать. К культуре учу. А это, значит, тоже сидит и намекает цветочница. Что за цветок-то у неё в руке? Я думаю, роза. Посмотрим-ка. Нет, не роза. Мне ли розы не знать? Уж мне их дарили-дарили. Тысячи раз. А это, между прочим, знаете, какие цветы? Что ж вы, ребят, в цветах не разбирайтесь? Это фиалки. Красота в миниатюре. И вот ещё целая корзина. С цветами у ног её стоит. Я в молодости фильм видела в кинотеатре. Стар при старой с Чарли Чаплиным. Там девушка была слепая. Продавал цветы. А фильм назывался как? Как вы думаете? Продавщица фиалок. Не зря ж так совпало. Да нет, не фильм со скульптурой этой сняли. Что вы удумали? Где такое видано? Как раз наоборот. Вот та девушка точно так же над корзиной в фильме сидела. А скульптор тоже, наверное, кидо видел. Девушку запомнил. Ух ты! Вы ж глядите, в подоль-то у неё. Деньги! Монеты насыпаны. Видать, покупают фиалки-то. Да шучу я. А деньги настоящие лежат. Их прохожие на счастье оставляют. Вот так-то, деточки мои славные. Полесел я дальше, карррр. Про лень, пельмень и бегемота.